Как ослик, ёжик и медвежонок писали друг другу письма. Сказка Сергея Козлова На второй день после Нового года ёжик получил письмо. Принесла его белка, подсунула под дверь и убежала. Дорогой ёжик, царапал медвежонок на кусочки бересты, У меня за окошком падает снег, снежинки садятся на завалинку и разговаривают. Одна снежинка мне сказала, что видела тебя, но ты ей показался скучным, Будто сидел ты на пеньке у ручья, грустный-грустный, и о чём-то думал. Я тоже много думаю последнее время, А думаю я о том, что скоро весна, А у нас с тобой нет лодки, Растает снег, кругом будет одна вода, И мы долгое время не увидимся. Не о том ли и ты думал, дорогой ёжик, сидя на пеньке у ручья? Я так и подумал, что об этом же Любящий тебя медвежонок. Ёжик прочитал письмо и задумался. Действительно, думал ёжик, скоро весна, А у нас нет лодки. Он достал из шкафа кусочек бересты, Отыскал под кроватью выленившую иголку, Придвинул поближе служивший ему лампой гриб лисичку И принялся за письмо. Дорогой ослик нацарапал ёжик И кончиком языка потрогал кончик носа. Я сижу дома, за окном падает снег, А скоро будет весна. Тут ёжик немного подумал и стал царапать дальше. Весной много воды, а у нас нет лодки. Не об этом ли ты сейчас думаешь, ослик? Твой друг ёжик. Письмо он отдал снегирю, И снегирь, быстро долетев до домика ослика, Бросил его в форточку. Когда письмо шлёпнулось на стол, Ослик обедал. Хм, подумал ослик, разглядывая кусочек бересты, А ведь это письмо. И принялся читать. Дочтя до половины, он глянул окно и увидел, Что у него за окошком тоже падает снег. Потом он прочитал вторую половину И решил, что ёжик прав. А ведь нам надо написать письмо, подумал он. Достал кусочек бересты И угольком нарисовал на нём лодку, А внизу написал. Дорогой медвежонок, я сижу за столом, А за окном у меня падает снег. Весной этот снег растает, И будет очень много воды. Если мы сейчас не построим лодку, Весной мы не увидимся до самого лета. Не об этом ли ты сейчас думаешь, медвежонок? Любящий тебя ослик. Он отдал письмо свиристелю и прилёг после обеда отдохнуть. Получив письмо, медвежонок рассердился. Как, крикнул он, я только об этом и думаю, У меня даже голова стала чуть-чуть больше. И на обороте ослиной бересты он тщательно нацарапал. Дорогой ослик, я самый первый подумал, Что нам нужна лодка. Нет, пришёл ответ, это ёжик, подумал самый первый. А ёжику ослик написал, Ты самый первый подумал, что нам нужна лодка, А медвежонок говорит, что это он. Я самый первый подумал, решил ёжик, Получил письмо ослика. Ведь если бы я подумал, не самый первый, Ослик бы мне об этом не написал. И он принялся выцарапывать письмо медвежонку. Дорогой медвежонок, тихо нацарапал он И потрогал кончиком языка кончик носа. Я сижу дома, а за окошком у меня падает снег. Тут он немного передохнул и принялся выцарапывать дальше. Я получил твоё письмо, но уже давно думаю, Что нам нужна лодка. И не об этом ли ты сейчас думаешь, медвежонок? Любящий тебя ёжик. Получив послание ёжика, Медвежонок так огорчился, Что заболел и прихворал на всю зиму. Ведь это же я первый подумал, Шептал он, когда ему становилось лучше, И щупал голову. А весной снег растаял, И в лесу было столько воды, Что медвежонок, ослик и ёжик Не встречались до самого лета.